Это студийная праца будет? Альбом, в основе альбома это живый запись. Собственно, есть такая метода, когда ты записываешь особенный каждый инструмент, а тут мы уже просто всем гуртом не смогли уже больше тревать, когда там иметь что-то новое, пошли в студию и просто сели вот, как на концерт, максимально наближенно до концертного записи, зарабили вот эту працу. Ну мы нормально еще период такой выбрали, когда у нас так все было наиграно. Так, перло все. Коли вот помеж концертами, коли больше меньше мы таки были разыграны, и вот мы просто пришли, и нашу программу, такую ядерную программу, активную, наши боевики, некоторые хиты, которые подобаются слухачам, мы их записали просто живаком. Ну это просто и до того, у нас и новий бэнд были, и так само, снова же я глядял, и без билета, и новий бэнд, они опошнили свои новые альбомы, они записывали в везце. Они выезжали всем гуртом на везку, и зараз я гляжу, это такая практика, когда все больше съезжают просто со студии, а поехать... Особливо на в бэнд, всем гуртом в везку. Особливо на в бэнд, всем гуртом в везку поехали. Нет, это музыканты. Да там же кольки музыков еще, и они же всем гуртом поехали, да. И они не за все и у двух, ну и мы, так само, не за все и у двух играем. Ну так, памятаю, я был, когда у лепецкого цмока там на сцене у гу-гу кольки на руках. Да, 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 да. Ну почему все менялись, там, рэхо по тэмоп на гу-гу, а так это ж и там, и там, и ну... Смелся вокалист. Да, да, вокалистов поменяли, а люди дээж на сцене стоят. Просто, ну, это дефицит вокалистов-гитаристов. Да. Ну вот нема такого ждания поехать в Усюлепельский район там? Да. Да, да себе, вот, на родиму до Андруся, и нечто там разом с гуртом зависнуть на усю лето, напротив, ци на зиму. Чому б не. Гэта великая роскоша на самой справе, потому что... Зараз вытягнем, да, Лёня? Зараз вытягнем обязанья, что усим уртом поедете. Але справа тем, что саправды, ну, у музыкал так само, розные проекты, розные концерты. И вот это, саправды, великая роскоша, коли удается некуду выехать усім гуртом на некий час, вось, на записи альбома. Ну, это собирают. Представляешь, в сети некуда деваться. А если еще там интернет не ловит. Такое старается у нас на выездных гастролях, коли саправды мы где-нибудь у готели, у одним номером, и тады мы створаем новые песни. Потому что, саправды, нема куды, нема куды все разом. Наше развлечение такое. Так. Отпочивайте. Ну, и саправды, коли у вас музыки там по необходности опынаются разом, и репетиция, ну, и ты мустишь нечто створать тогда. И вот этот шторшок добрый для креативности, для новых песен. К тому вез какая-то великая роскоша на три месяца. Я не думаю, что... Вагончик. Не думаю, что график просто суподзел музыкантов, а ли? Ну, коли не отрывается у Липель, у Новополоцк можно поехать? Да, там осталась моя деревня, там еще можно туда поехать. Кстати, сейчас скажу. В 2006 год это был, у Нагуали была такая практика, мы все поехали на неделю, вот в мою деревню, это вот Мёрзкий район, деревня Новинцы, и мы записывались в бане. Ну, это вот старые... Насчет веника я скажу сейчас. Это старая деревенская баня. Это называется Оголенное мастарство. Сучастное, они были такие мастарства. Оголились они не только нервами, а и музыканты. И что там с веником? С веником, да, это старая деревенская баня с этими пропитанными бревнами дымом. И вот мы там, ну, привезли, понятное дело, на микрофон и же писались, на звуковую карту, не на бревна. Но звук, звук какой-то просто был волшебный. Особенно для каких-то таких медитативных песен Нагуали того времени. Но только две песни потом оказались в альбоме. Это, ладно, это длинная история. Вот. А с вениками у нас была одна композиция, где мы, собственно, использовали звуки веников таких. Это действительно классно так. Все передается, вот эти вот шумы. Не, ну я веду это на прамок синтепопты, пешмотки. Эти все гукияны. Синтепи. 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 гуртовых же молодых и там и низки с и окуты и петля и петля пристрастия кипятом а могли сбортоваться и не не что выдать цикавы новые абсолютно не не могу сказать продукты это ну некий твор ну мне дается что у нас у самих сам самые музыканты не отживаю с патрэбов гэтым кожный некий працуя на свой диалянцы теперь вот ну у нас у нас были некие такие практики кали скажем мы просто запрошали на на некую песню вот на песню снег полину республику но разовые такие тормоза случаются цельный проект то уж таки как-то тяжко мне сдается это это быть такими а понтанными как вот это милита одной идеи некой а тут кожный ход за раз за здесь про на свой концерт там на свой запись ему в свой клуб собрать а вы все-таки шоу-бизнес пришел в белорус ну и потому что не только это наверно ну просто какой-то полу получается поменялось время по я поменялись немножко интересы там потребностей я думаю что чуть-чуть куда-то сейчас двинется и возможно опять вот эта вот необходимость она почувствуется и появится совместный проект штучно не трэба а ты гэтар обвискаливусь я я ну сама повинна кали было некая жадание глобального выказывания там во всех некая тема которая кранала всех может быть народный альбом вас беларусь межвоенные тридцатые годы там вот заходняя беларусь коллега там был очень цикава то и соправду музыки буквально там могли объеднаться ну а за раз мне каждый такие больше индивидуальный там гуртник свою некую свою шлях свой шлях некий робить вось и я навод не веду с кем мы могли скопироваться как вы старались некий супольный проект куз каких это повинен быть проект я вот добавлю буквально это было месяц назад но еще месяц назад это были съемки мне позвонили перед новым годом и как раз совместный проект поговорили и предложили из такой организатор и юрий ваухин вот он сказал что сейчас тут такая идея совместно со французским посольством сделать такой культурный музыкальный проект где белорусские музыканты поют известны альтернативные французские песни альтернативные до альтернативная но там допустим ну ардезир там луи атак вот эти вот группы и конкретно вот он говорит что там в перспективе там чтобы вольский был там быть ушки и вич бенька ну вот такие вот музыканты известные и не совсем но ты меня туда тоже пригласил там спеть песню под названием плюм для плюм группа луиза так но мы репетировали там еще приходил помидоров но он так немножко такого рэпа читал в этой же песне и там была такая фишка что это все должно быть объединено идеей космополитизма то есть в основе французский язык но туда еще добавляется белорусский язык все это все робит белорусский выканал да 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 ну мы пока отняли такой промо ролик и пока не знаем что будет дальше может быть сразу будет проект не такая вот информация я вам шокать но новость но но с папа помидоров и юнджик и вашей репшек записал репшек про проскарына у нас будешь вон эти о не саправды рада а давала давайте проходила выстава у национальной библиотекции присвечная 500 годзю белорусского книга друкования восемь на летость проходила и нас тут запросили и замовили гурту рэха песню про францишка с карыну и 8 мы пробили таки репшек не удержались и сделали казались обры казали суседи франтишек на вошта в полоску едешь стартап ненадеянный не варта и братца завязывай братца с гэтым дзевацтвам патрэбна каму твоя родная мова патрэбна каму дуркованная слова нефтие часы нефтие умовы народ не готовы руки в кишенье голову шию нефтие часы варунки нефтие под лавой сядзи скрайние хаты не кроку без полная вера доплаты не варта и братца не то и граммацтва марна разводить думок вибрации плевать и ты маешь розум и рацию мера особый монетизация скажи нам скажи нам франтишек скорына при мае як сына у гости земля скажи нам ци правда франтишек скорына у пера шепты заплячыма заплячыма злы як пины не скарается скорына не скарается скорына не скарается скорына а к личностям життя пера шепты заплячыма а на пера де обсях а на пера де дороги рызы колные шляхи белорусских слова укроки друг ованы и оротки будь як скорына не треба скораться в апсайде в мэнстриме раби свою працу скажи нам скажи нам франтишек скорына при мае як сына у гости земля скажи нам ци правда франтишек скорына у ротан��х мясдинах пророка не мама скажи нам франтишек скорына прим ай як Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова И она в угле, там, на три годы, там, некоторые, просто на три годы поклал, все, от шапися от меня, а потом вытягивая и снова. Здараясь такое, что есть там некие пару родков, которые там, ну, тебе уже шмат годов, эти пару родков находятся в голове, вот, мы спевали «Хвали любови», оно начиналось со слов «Дарозных остався за розумом ранетка дробней от Антоновки». Вот у меня были вот эти пару родков, и они крутились, я думаю, что за ними заработать, и уже прошло годов шесть-семь, когда там иншие слова доросли, и до этого, когда тягнулись, и вот так вот створилась песня «Хвали любовь», ну, короче. Шесть-семь, ну, можно не что-то вариться, там, в некие фразы, которые так, так. Бывает такое? Ну, просто песня «Яблони», она, как бы, уже неизвестная, поэтому. Уже вот сейчас проезжал, может? Поэтому про ранетку можно, он тоже, может, про ранетку. А, ты не что хотел запитаться? Да не, мне подобается, где разговор, ну, ты мне хотел, как я запитался, про тое, что сегодня шмат людей, які робить музыку, я ныне маюць пыльной адукацией, про тое, что такое, ну, як, есть такое понятие ромяство, и уже навод многие не ведают. Вот, и как вы становитесь до того, что сегодня музыку могут створать люди такие зусильные, зусильные? Ну, не профессиональные. Не профессиональные, ну, скажем так, просто, как никого не покрыть. А это до чего, Иван Веде, там, в одном из интервью, ваша слухачка сказала, что, как добро музыку играть, треба иметь эдукацию. Ну, это ж сурьюзное справа, не то, что дровы колоць, да? Так, так, так. А, 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 цитатка. Да, да, да. Вот, когда мы начинали с гуртом Рэха, запросили Лёню, и, вот, мне добро запомнился, когда мы, вот, там, ездили, там, на некие гастроли, а Лёня, там, сядал, апранал навушнички, включал метроном и просто тренировался. Потому, саправды, надо ходить некий момент, когда просто на неких сдольностях, ты уже далей не можешь рухаться, тебе потребны некие, ну, некие уже навыки, вот. Вот, если ты их не сам засвоиваешь, если, там, звертаешься до репетитора, ну, как просто жилось легче. Добрый, нам уже показывают, что час у нас не зацелось, на жаль. А давайте зараз поглядзим, кто трапил у телек до Александра Каренмана, а потом будем развитываться с нашими гостями. Али не сихотся никуда, я ще будзе обыскова песня. Добрый вечер, это рубрика «Попаде в телек» и сегодня очень полезный, я думаю, для всех вопрос. Какое качество нужно в себе развиваться, чтобы стать успешным человеком? Поехали. Как вы считаете, какое качество нужно в себе развиваться, чтобы быть успешным человеком? Ой, качество. Да много надо быть качеством, надо быть честным. Честность? Ну, да. Ну, вы успешный человек? Слама себе, нет? В принципе, да. Это значит, что вы честная к самой себе? Да. Когда честный к самому себе, главное, душа не болит, в первую очередь. Это самое-самое главное. Какое в себе нужно качество развивать, чтобы быть успешным человеком? Я думаю, терпение. Терпение? Успешная? Ну, не сказала бы, но стерпение. Больше терпить. Хорошо, нет. Какое нужно в себе развивать качество, чтобы быть успешным человеком? Настойчивость и выносливость. Очень серьезный ответ. Вы успешны? Я пока не знаю. Я даже не знаю. Так, нужно срочно обратиться. Это выносливость. Да. Это нам сейчас нужно. Терпение, выносливость и настойчивость. Как вы считаете, вы успешный человек? Ну, средний. Надо больше выносливости. Надо больше работать. Наверное, сила воли. Как, кстати, ее развивать? Сила воли, она многое дает. Это можно и саморазвитием заняться, и здоровьем своим заняться вовремя, когда еще не поздно. Как развивать силу воли? Во-первых, о здоровье я вам могу сказать. Самое главное в жизни человека – здоровье. И это самое дорогое, что есть у человека. Но, как правило, мы это не бережем. Как вы считаете, какое качество нужно в себе развивать, чтобы стать успешным человеком? Качество? Даже не знаю, точно не могу так сказать. Ну, нужно определяться. У вас же время тикает, потому что успешным нужно становиться. Вы считаете себя успешным или вы идете к успеху? Иду. Какую сторону надо? Туда идти, чтобы вы будете... Не, ну, не туда. Туда. Разно, конечно, в каком-то определенном направлении. В чем бы вы хотели добиться особого успеха в своей жизни? В бизнесе, скорее всего, в бизнесе. Сейчас это самое сложное, да? Ну, сложно, да, но надо стараться. Бизнес – это оправданный риск? Это риск, в первую очередь, или это взвешенное решение? Взвешенное решение, скорее всего. Какое нужно в себе качество развивать, чтобы стать успешным человеком? Успешным, доброта, чтобы было, уважение. Спасибо вам, Вальф, потому что все говорят, выносливость, терпение, настой, а вы доброта. Доброта. Вы добрый человек? Очень. Это самое главное. Мне кажется, чтобы стать успешным человеком, нужно себе хотя бы что-то развивать. Вот что-то, если будет развиваться, это уже успешно. На сегодня все. Пока. Вот, как завжды у нас такие веселый Александр Каренман, или я думаю, что у нас так само сегодня было легко и больше-меньше весело. Нагадываем, что студии у нас были сегодня Андрюста Кинданг и Леонид Павленок. И у вас есть возможность худенько запросить на свой концерт. Сябры. Только одразу скажите, где у яким городе. Шановные витебляне, приезжайте у столицы, у Менск, 21-го красавика, у клуб ТНТ. Там будет концерт с сюрпризом. Гуртреха будет для вас играть. И будем рады у всех бачить. Ну, вот, сейчас все наши граждане поедут в Менск. Мы развитываемся и ждем ясно много вечера. Поколь. Рыб, пыню свои колесы, дай с конем я подюлюсь. Як по гражданской дорозе едет трактор Беларусь. Йон нагруженный доверху, с бульбою вяземяхи. Эх, мой косю, дай жаверы, справно тягни погляди. Эх, мой косю, дай жаверы, справно тягни погляди. Йон. Йон.